В России любят группу Океан Эльзы, но российские чиновники решили украинских музыкантов оштрафовать. За что? Подробнее Геннадий Вивденко из Москвы и Ярослав Кречко из Киева. При Советском Союзе рок мог быть запрещенным, в современной России он может быть нелегально-мигрантским. Федеральная миграционная служба России в Саратовской области оштрафовала 9 музыкантов украинской рок-группы Океан Эльзы на 18 тысяч рублей. Это около 4,5 тысяч гривен. За нарушение трудового законодательства. У рокеров якобы не было разрешения на работу такого рода в России. Информация об этом сначала появилась на сайте местного управления ФМС. Потом, что любопытно, новость исчезла. Вот что заявили подробностям в управлении. Без комментариев. Мы не даем комментариев по этому поводу. К примеру, концерты в Волгограде или Уфе прошли без замечаний властей. Надо отметить, что Океан Эльзы, возможно, единственная украинская рок-группа, которая в России может собирать стадионы. Это кадры одного из концертов группы в Москве. И вот теперь, то ли за окном почти зима в политических отношениях, то ли украинцы попали под машину недавних облав нелегальных мигрантов. Рок-музыка всегда отличается бунтарским духом, затрагивает остросоциальные, политико-экономические темы. И вот появится ли песня, посвященная нелегкой судьбе трудового мигранта с гитарой, расскажет Ярослав Кречко. Получить комментарий Святослава Вакарчука или кого-то из представителей группы сегодня не удалось. Все телефоны выключены. Сейчас они гастролируют в России. И, как нам стало известно, прекращать свой тур не собираются. Вот оно, то самое разрешение на работу в России. Певица Таисия Павалий, которая часто дает там концерты, получила документ еще полтора года назад. Насколько были удивлены сотрудники Федеральной миграционной службы, что они говорят, слушайте, эти ребята, по-моему, первые вообще, кто подает там чуть ли не официальный запрос. Нас, правда, ни разу, слава богу, не спрашивали. Почему Вакарчука и компанию решили проверить именно сейчас? И почему организаторы тура в России не подготовили все необходимые документы? Есть немножко здесь политическая какая-то окраска, потому что почему-то раньше они давали концерты, их никто не вылавливал. Зато у нас для гастрольного трудоустройства разрешение не нужно. Так ответили в Минкульте. Платят ли российские артисты налоги в Украине? Проверить требуют народные депутаты. Безусловно, мы проводим проверки в том числе организаторов концерта. Это есть конфиденциальная информация. Неизвестное количество звезд, зарабатывающих немалые деньги на украинском зрителе. Учет в Минкульте ввели до 2010 года. Уже тогда только российских гастролеров в год было более сотни. И по-прежнему едут не только из России. Ярослав Кричко, Андрей Костюк. Подробности телеканал Интер. И снова Сноуден и новые откровения о шпионаже. И не только. Не пропустите далее в подробностях. Новое метро. Самая близкая станция к морю. Мэр Торонто признался наркоманил, но в отставку не уйдет. Странствующие смертельные пауки в бананах. Новое метро.